ребят всем привет прошу вас сразу не пугаться но просто это первое видео из нашей новой рубрики а что в коробке и в этом видео я вместе с вами впервые распакую огромную посылку из сша я я конечно же проверила что мне там положили ну меня только могила исправить и разумеется помогла мне доставить россию компания бандеролька и это не реклама если что хоть посылка и выглядит внушительные кукол там не так много и останавливаться на подробном их описании я не буду а лишь кратко опозначу почему заказала именно их здесь будут как вполне привычные нам куклы так и очень даже нестандартные которые я вообще с трудом нашла ну ладно хватит уже этот разглагольствовать давайте что ли погнали не приехали еще некоторые кукла другого продавца тоже из америки вы их возможно уже видели на фоне но в данном видео я покажу только тех что мы заказали самостоятельно без посредника итак самый первый я достаю мою давнюю мечту репродукцию оригинальной барби 1959 года брюнетку в полосатом купальнике честно говоря не думал что в ближайшее время я вообще смогу ее купить поскольку на российском рынке цены на них довольно кусачие от 5000 мне же однако удалось найти лот за две первое впечатление коробка очень тяжелая серьезных вмятин каких-либо я не вижу но вот резинки от купальника уже успели составиться и рассоклись очень жду подходящую времени для распаковки этой прекрасной женщины надеюсь вам также интересно посмотреть чем она может быть и уникальна и есть ли у нее какие-либо существенные отличия от оригинала далее идет незнакомая для меня ранняя кукла барби кэмпбелл суп алфавит 1999 года мне очень захотелось сделать обзор на эту куклу поскольку известна мне была до сих пор только одна барби причастная к этому бренду коллектор энди ухал кэмпбелл суп хоть эта куколка бюджетная версия и скорее больше рекламная коллаборация но почти настолько же интересно что и коллекционная по крайней мере для меня у нее больше аксессуаров комплекте и да и образ более детализированный барби пикник с кока-кола похожая рекламная коллаборация но уже с известным брендом напитка это яркая жизнерадостная суперстарка с набором атрибутов для пикника и в сильном образе признаюсь изначально куклу я приобрела из-за аутфита потому что не так давно купил кристи из этой же серии но нюдом когда буду делать обзор на блондинку обязательно примере этот костюм и на нее однако блондинка мне тоже очень сильно понравилось я не планирую с ней расставаться далее достаем уже не совсем куклу конечно но тоже очень приятный для меня вид фигурок фанка поп и у меня это vision в редко костюм пятидесятых так как из киновселенной marvel это у меня любимый персонаж из сериала я посчитала преступными за иметь такую фигурку к себе домой не знаю буду ли я делать обзор на фигурки фанка у меня и без того полно другого кукольного материала для видео а сами ролики выходят редко но пишите если вам интересны другие фигурки у меня на полк а их у меня больше 60 еще одна не совсем кукла но не менее желанный экземпляр на полочке для меня кукла фигурка давно закрытого бренда bigots персонаж по имени даггер невооруженным глазом можно отметить отсутствие целостности коробки и потертый пластик в виду старости что мне не так важно готические куклы и фигурки моя особенная любовь но эти куклы я в свое время не успела купить и да и негде было но теперь я обязательно закажу еще каких-нибудь кукол из этой серии поскольку это та часть моего увлечения который объединяет в себе две мои самые большие страсти ну и последний но самый долгожданный подарок мне на день рождения от моего молодого человека эрик дрейвен из фильма ворон от living dead dolls те кто уже смотрит мой канал в курсе что этот кукольный бренд у меня самый любимый и останавливаться более подробно на любом писании своего счастья будет при уменьшении все что я могу сказать подписывайтесь видео на этого парня хочу сделать в первую очередь разумеется в посылках с куколками мне магазины положили кучу рекламных визиток один продавец очень жаль что я не знаю конкретно кто именно даже пакетик с вкуснейшими мармеладками да мы их уже попробовали ну короче вот на этом и все пишите в комментариях понравились ли вам эти куклы и понравились ли вообще и на какие из них вы хотите чтобы я сняла поскорее обзор но у меня как всегда шалость удалась ставьте лайки если вам понравилось это видео и вообще такой формат подписывайтесь на канал и как бы вот все всем пока пока